здравствуйте друзья продолжаем вещание и отправляемся сейчас в гости к украинскому политику который как и я теперь оказался но я-то с радостью а он вынуждена за пределами украины мы в гостях у народного депутата прошлых созывов алексей валерьевич журавка приветствую приветствую тебя ну вот мы смотрели тихо радовались что кажется белоруссия не украина белорусы не хохлы и у них то все будет спокойно нормально а не тут то было стоило александру григорьевичу зачем-то приехать в следственный изолятор кгб и встретиться с лидерами оппозиции чтобы как-то поставить их перед определенными задачами да давайте вести диалог как тут же хозяева этих лидеров оппозиции дали команду фас боевикам которые устраивали в августе беспредел и всякие безобразие нападали на омоновцев вчера в минске попытались строить баррикады нападали на правоохранителей которые в ответ не только газа газ использовали перцовый и водометы но и пластиковые пули и вот это вызывает тревогу насколько по-твоему высока вероятность того что запад даст отмашку тем кто пока где-то там прячется не светится очень сильно что ребята пора надо все-таки додавливать этот кровавый режим лукашенко потому что кажется белоруссия уходит к россии давай будем так говорить я считаю что лукашенко правильно поступил что пошел а вот эти действия показали что с ними договариваться не о чем нельзя это еще раз доказывает что с европой и за океанскими партнерами ни в коем случае на их не вступки нельзя идти потому что чем больше ты пускаешь тем больше они наглеют при том с кровавым сценарий ну пусть сперва разберутся в своей франции со своими желтыми билет вы этими жилетами вот пусть они разберутся со своими порядками они лезут чужую страну ну а теперь то что ты говоришь что закончится ли это или не закончится нет не закончится все они по локоть впустили руку ну давай будем обретать белоруссию мотают это армению мотают азербайджан мотают и все это не мотают понимаешь на сегодняшний момент надо уже жестко к ним относиться эрдоган как с цепи сорвался это уже видно и по заявлениям по действиям и так далее ты посмотри что делается узбеков это еще пока начало мы напрасно так думаем что вот нас все оставили узбеков таджиков или киргизов имел ввиду сейчас кольки киргизов вот это где извини пожалуйста киргизов где стреляли уже бывшего президента как он броневик показывал и так далее нет это вот если наблюдать вот видишь как-то полоса такая выстраиваются воинственная и везде вспыхает вокруг россии нет тут надо уже жестко принимать решение и вообще я считаю для того чтобы уже по зубам нащелкать надо заниматься конкретно украиной конкретно своими людьми ведь наших там сторонников очень много людей поэтому в данный момент если палочка или дубиночка уже не постучать по столу как говорится они не опомнятся и это все бесполезные уговоры я же не дальше будут белоруссию качать что думаешь они украину не будут качать вы думаете что это все успокоило что не поменяли власть и все остальное нет им украина нужна враждебная по отношению к россии ну а теперь самый сладкий пирожок это россия вот ее надо порезать на куски они к этому идут план работает план в действии цветные революции не меняются тактика не меняется единственное только в определенных смыслах каждой стране применяются разные действия стратегические моменты до больше ничего но в данный момент я считаю что уже надо лукашенко наводить жестко порядок садиться за стол уже незачем ты посмотри как унизительно как унизительно как унизительно мадам шлюз я ее называю больше никак она показывала как она разговаривает тюрьме с мужем и показывает какой классный пацан макрон но это вообще шизофрения такая вот я не понимаю что происходит поэтому в данный момент сереж на улучшение на какие-то хорошие позитивные вещи я вам сразу не надейтесь белоруссию просто так не отпустят алексей валерьевич тут очень интересно помнишь же как виктор федорович янукович собрал у себя в администрации президента кличко тягнебока и яценюка вот очень похоже что-то решил но в виде может быть полутроллинга сделать и лукашенко он просто в отличие от януковича сразу их захватил и посадил следственный изолятор кгб я не думаю среди что это так лукашенко он человек такой что он привык щупать своими руками все он сильный человек дай бог да поэтому в данный момент он пощупал их внутри ему захотелось увидеть кто они такие можно ли что-то делать с конституцией так чтоб всех удовлетворяло вот сейчас он наверное почувствовал что бесполезно потому что она сразу четко выясняется тут он побывал тут и команда дана то есть сработало все мгновенно значит с этими людьми ничего нельзя договариваться вот один в один получилось когда согласовали все это и вышли на вече майдана три украинских богатыря и сказали мы с януковичем согласовываем подписываем выбежал кто сотник поросюк и сказал ребят плевать я бы на вас хотел и на ваше подписание мы вас не уполномочили это делать вот при представь себе эти сейчас все зубы тоже подписали чего-то а выскочили все равно вчера выскочили придурки с шинами с баррикадами и они точно так же бы сказали нет лукашенко не пришел с бумагами с протоколами которые нужно подписывать лукашенко пришел и задал вопрос получилось не по их нему сценарию вот и все и я надеюсь что лукашенко так и должен и действовать он должен первое оперировать их быть умнее и и быть прагматиком к сегодняшней жизни ведь на самом деле это уже новая жизнь беларуси она с таким не стал как она жила в спокойствии все работало они работали в кооперации с россией они отправляли на рынке россии они экспортировали свой товар ну а теперь они получили оскал оскал шакала это в лице европы да то есть там уже проблемы с его рынком плюс проблемы непосредственно связаны с его пребыванием европы ну и давай будем говорить и в россии тоже что-то поменялось но россия ведет себя как брат как партнер и как советчик нормальный она не влазит сегодня в открытую в проблему беларуси как это делает европа и америка да вот тебе и все поэтому это разные вещи говорят я считаю что лукашенко выдержит но ему очень будет тяжело но не хочу быть как бы как говорят там пророком готовьтесь россияне черта начинает переходить дозволенного как говорится рамки европейцы и американцы уже переходят эту рамку да вот вчера беспилотник американский уже пересек границу российскую пролетел недалеко от крыма но это самый большой беспилотник но пусть меня боженька простит я пивок уже навернул нечего ему делать это расстрелял просто на на сантиметр он пересек все он должен быть уничтожен это неправильное поведение ты посмотри англичане уже в открытую будут размещать базу в очакове о чем это говорится вот и все уже зеленский вылезают одно место англичанам концу реконцу приезжайте к нам мы все размести разрешим вам разместить плотно каждого человека на голове и по ядерной бомбе это чем нет нельзя шутить я тебе хочу сказать ты вот многие смеются а я считаю что уже надо предпринимать меры здесь в россии уже что-то надо делать уже демократами уже надо делать с этими либералами что-то уже надо делать зачищать поле вот этих кровососов богатых как я называю которые обсели здесь руководство у каждой башни сидят тот туда хочет туда и не знает какой попой лезут куда и на каких стульях сидеть я считаю что надо срочно их вычищать не хочешь жить в россии матушки вали нафиг свою европу еще не не рассказывал сказки а то у нас сегодня навальненок появился отравленный непонятным ядом и что он там делает и какие заявления делать а завтра какой-то олигарх вот такой будет закочуренный извини пожалуйста короче а меня сам путин отравил но вы уже задолбали путиным всех пугать честное слово вот путин во всех местах находится и всем новичок льет и украине залил запасов этот новичок но ну это думать если люди добрые ташидофрения у вас можно сказать открылись двери третьей мировой войны а мы их не думаем закрывать мы думаем да меню от нас это давайте помолчим а что они к нам не приятно ну что они нам сделать подожди их интересуют ресурсы их интересует богатство которое есть их интересует все но если россия так дальше будет вести себя по отношению к себе поверь мне они откроют двери зайдут на голову на кезы и она будет вонять а это война вот и все то что они сделали в армении и в азербайджане это их не делу не надо мне доказывать кто там виноват то что пашинян это сарасёнок гадёныш который нашим и вашим провоцировал в это то что тут клюнул на будем говорить это она это его проблема а нам надо уже жестче ребят вы не понимаете добрых слов вы не понимаете вчера лавров вышел наши партнеры наши партнеры я не хочу обратно обсуждать россии но наши партнеры и чем это все закончилось вчера обратно смертят вчера обратно хотели и все остальное надо это заканчивать расистра всегда пробить вот как бы я поступил может я шизофреник может я дебил бы но я в эфире то уже скажу надоело но ребята водятся войска посередине горный карабах направляются две стороны ракеты вот круглый стол время пошло четыре часа и четко все иностранные субъекты как посольство НКО покинуть зону все и завтрашнего дня это вообще беспилотная зона все нафиг следующее крыму пролетел этот как он называется лумпатый глаз разведчик вкрепали один раз разбили его нафиг американцы и еще раз еще один полет все в украине где там подготавливается диверсионная группа прилетела умная бомба луснула один раз украинцы вот так и выступит должен путин украинцы пошите какайте производите солому выращивайте хлебушек а террористов мы вам не дадим выращивать и все и закончить надо над этим все надо становиться как говорится не злобным карликом а защищать мир я не хочу советовать но с этими демократами и с этими липи либера не либералами а как они называются ну разная радуга и уже управляют странами надо прекращать это мое личное мнение спасибо большое мнение которое разделяет огромное количество наших соотечественников причем и людей живущих других странах я ведь читаю что пишут армяне что пишут граждане украины живущие в разных странах мира как они все относятся к этому западному беспределу все люди прекрасно начинают все понимать и тут главное конечно понять нам одно пока мы добрая хорошая и улыбчивая нас считают трусливыми и слабыми как только мы грубо говоря условно так выражаясь жахнем по парижу да и скажем и что вы теперь с нами сделаете а они в ответ ничего с нами не сделают просыпается меркель горит соедините меня с макроном а ей пресс-секретарь или помощник говорит простите не можем парижа больше нет почему-то русские ответили макрону на его очередной этот выдолбон все и вести они себя будут очень красиво корректно и послы приедут и будут кланяться и меркель будет звонить и говорить владимир владимирович а вы точно обещаете что по берлину не прилетит такая же ракетка смешная которая прилетела и по парижу жахнула но насчет парижа я условно говорю но по сути по своей необходимо все таки показать что мы сильны решительны и плевать мы хотели на все их угрозы вот после этого и санкции снимутся я больше чем уверен и мысли не будет против нас какие-то санкции новые вводить или старые продлевать они сразу начнут разговаривать это раз а второе пока мы идем как рак на по 5 они санкции никакие не снимут и в че чтоб не происходило мы во всем будем виноваты вот тебе мой ответ спасибо еще раз огромное и до скорой встречи пока пока ну извините за излишний радикализм дорогие друзья но иногда знаете так вот накипит накипит потом берешь и вывалишь журавка меня завел заразил я перед эфиром наверное его подзавел своими вопросами но а вместе получился вот такой злой и немножечко радикальный разговор до встречи пока